Зачем в Подмосковье ставить чум и как обрести длинную косу за считанные часы? В дни ненинской культуры в Наринмар приехали гости из Москвы, которые рассказали об уникальном опыте сохранения родного языка и традиций народа. Свой проект они презентовали в туристическом и этнокультурном центрах, которые сегодня являются проводниками традиционной культуры. Много ли вы знаете о культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока? С таких слов начинали свой длинный и непростой путь. Хадрия Катета и Алла Набутова. Он родом из Ямала, она из Алтая. Оба увлекаются изучением и продвижением культур своих народов – ненцев и кумандинцев. Поэтому, когда они познакомились, решили объединить свои усилия и осуществить обоюдную мечту – показать, как живут народы вне цивилизации. Единомышленники нашлись сразу. В Подмосковье открыт этнопарк «Кочевник». Это своеобразный музей под открытым небом, где воссоздан быт того или иного народа. Там и было решено создать северное стойбище. Ямала – чум. Я уже с лета привыкаю и почти привыкла жить в чуме. Мне нравится. Вести хозяйство. Но у нас пока нет оленей. Но вот именно быт янцевской женщины очень интересен. Так в Подмосковье появились настоящие чумы. Хадрис Аллы стали его хранителями, а заодно и экскурсоводами. Этнопарк регулярно посещают гости из Москвы и Подмосковья. Удивленные, необычным для жителей мегаполиса колоритом, дети и взрослые примеряют национальную одежду, заплетают ненецкие косы, пробуют зарканить головки нарт, разучивают движения диковинных танцев. Здесь же слышат ненецкую речь. У меня язык изучают не только представители нашего народа, но и другие люди. Поэтому молодежь должна знать свой язык. Почему? Сегодня это актуально, сегодня это интересно. Когда ты говоришь на своем родном языке, ты не просто там людь из общей массы народа, а человек. Проект семейной пары действительно уникальный. Это тот случай, когда человек несет традиционную культуру в массы и не дает ей превратиться в атовизм. Своим опытом московские кочевники поделились с жителями округа, где сегодня есть все возможности развивать и сохранять традиционную культуру.